Дегрие подсаживает режиссера, чтобы подержать за ручку Федора Михайловича. Все стали ножку терять, а я хотела до руки дотянуться, и меня так вознесли, я его так за пальчик подергала, вот, он нас благословил. Это третий мастер на нашем курсе, мы учились в ГИТИСе, у нас два мастера, Александр Галибин и Игорь Яцко, и незримо с нами всегда следовал Федор Михайлович, то есть прямо на первом курсе у нас был материал преступления и наказания, вот, потом мы участвовали в лаборатории бесы, и последним нашим материалом был игрок. Рулетка не делает больных людей здоровыми, она делает здоровых людей выдающимися, и то... За это весь мир любит Достоевского, за его глубину, за его подробность в описании порока, вот, и да, действительно, если прочитаешь этот роман, точно совершенно поймешь, что так делать не надо. Любой артист – это игрок, потому что профессия непредсказуемая, и режиссура такая же профессия непредсказуемая, вот, поэтому чувство азарта нам однозначно знакомо, вот, ну и самое автобиографическое произведение Федора Михайловича, конечно, в год его двухсотлетия хотелось обратиться. Ну, то есть спектакль полностью посвящен Достоевскому. В год двухсотлетия со дня рождения великого классика многим городам России хотелось присвоить себе Достоевского. Федор Михайлович родился в Москве, умер в Санкт-Петербурге, а в Омске, как уверяют литературоведы, пережил духовное перерождение. Каторжный период, ненавистное место неволи и слома человеческого достоинства, скажут одни. Однако без этого этапа мир никогда бы не узнал того Достоевского, которым зачитывается по сей день. За три недели нам сказали, что вот фестиваль новый появился в Омске, переуроченный к двухсотлетию Федора Михайловича. Ну и мы обрадовались, приехали. Вообще понравился Омск, еще с самолета, я не спал, мы ночью прилетали и смотрел, большой такой город, красивый. Мы вчера вот попутешествовали, походили, были в месте, где Федор Михайлович работал, нам показывали, где он там разгружал суда. Сибирь. На берегу широкой пустынной реки стоит город. В городе крепость. В крепости Острог. О мечам есть что вспомнить. Судьба великого писателя, философа, гуманиста связана с историей нашего города. Четыре года каторжной жизни Федор Михайлович провел здесь. Фатальным для Достоевского оказалось публичное чтение письма Белинского Гоголю. При обыске в доме Достоевского нашли и другую запрещенную литературу. Полгода спустя его приговорили к смертной казни. В последний момент расстрел заменили ссылкой. Казенный дом выпал внезапно и вмиг изменил судьбу человека. 28-летний, уже известный писатель попал в тюремный острог Омской крепости, как чернорабочий, знающий грамоту. Вы наверняка знакомы с великим классиком, но что происходило с ним в Омске, какие объекты напоминают нам до сих пор о всех его событиях, которые были здесь с ним связаны, об этом мы сегодня поговорим. И первый наш объект – это памятник крест-несущего. Именно с этой точки понятно, почему памятник называется крест-несущим. Это выпускная работа Александра Капралова, нашего скульптора, который решил вот таким образом выразить свое почтение, подарить ее городу. Была создана в 1999 году, а в 2000 поставлена здесь. Место тоже не случайно. Дело в том, что именно отсюда начинался тот самый острог, в котором находился Федор Михайлович. Крест не просто возвышается, он как будто бы впивается в плечо. Есть ощущение, что как будто бы это цельная такая скульптура. Техника изготовления тоже очень интересная, сварная, создана из множества-множества кусочков. И вот в лице Достоевского более 500 деталей для того, чтобы передать его образ. Но вот если мы сравним с Федором Михайловичем, конечно, очень отдаленно мы все-таки сможем найти какие-то черты. И здесь он изображен уже таким глубоким старцем. Но, тем не менее, нос, общая фигура, оно все равно читается. Сама крепость была пятиугольная, острог был тоже пятиугольный. То есть получается такая крепость в крепости. До нашего времени, к сожалению, ни одного здания, ничего не сохранилось. Но несколько лет назад были начаты раскопки и, соответственно, были найдены фундаменты. Сам острог был деревянный, но фундамент был каменно-кирпичный. Поэтому что-то найти удалось. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое деревянное здание, которое давно уже положено сломать. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок. Можно скользить и падать. Мы не ехали с ощущением, что мы едем в город Достоевска или еще где-то вещей. Для нас тоже сейчас очень много достаточно открытий и просто интересной информации. Я, допустим, по первому образованию вообще учитель русского языка и литературы, и тоже многое не запоминается, во-первых, и не так подробно все это изучается. Все-таки акцент же делается на творчестве. Вот, поэтому с Достоевским, ну, не знаю, лично у меня, кроме того, что моих детей зовут Родион и Сонин, то есть все, больше ничего не связывает. Достоевский обжигал кирпич и толок-алебастер, трудился в мастерской, разгребал снежные заносы в Омской крепости. Писать в Остроге было запрещено, зато пищи для размышлений и времени на обдумывание будущих романов предостаточно. Как и колоритных характеров, загубленных судеб, заблудших душ и невыдуманных историй. Где бы еще, кроме как в Омске, он бы смог познакомиться с теми характерами, о которых писал в дальнейшем своих произведениях. Он жил в Петербурге, общался в очень высоких кругах, и, естественно, ни про воров, ни про картежников, ни про каких-то, да, там, заблудшие души, ни про что такое он просто не мог узнать. А именно здесь у него была уникальная возможность познакомиться и пообщаться с такими людьми. Его волновала человеческая душа, его волновала человеческая психология. И именно в человеке он пытался найти самого человека. А важнейший прототип, которому обязаны своим появлением братья Карамазовы, отставной подпоручик Дмитрий Ильинский. Товарищ Достоевского по Омскому Острогу за отцеубийство, приговоренный к 20 годам каторжных работ. Сперва писатель рассказывает о нем в записках из мертвого дома. Он был из дворян, служил и был у своего 60-летнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведение он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал. Но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги. И сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Он не сознался. Был лишен дворянства, чина и сослан в работу на 20 лет. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить. Ильинский в убийстве отца не сознался. Да и Достоевский не верил этому преступлению по психологическим причинам. Спустя 10 лет осужденного оправдали. Однако писатель никак не мог выбросить из головы эту историю загубленной жизни. В 1874 году Достоевский набросал драму о мнимом отцеубийце, осужденном без вины. Развитие она получила в истории Дмитрия Карамазова. Итоговое произведение Достоевского. В сотни раз к нему обращались театральные режиссеры. Своё пластическое прочтение романа выдал и хореограф Борис Эйфман. Больше люблю танцевать, честно, чем читать Достоевского. Немножко он сложный очень. То есть и танцевать сложно Достоевского, так скажем, и читать его сложно. Очень глубокий смысл. Для меня это танец души. То есть не просто скрутить фуэте, поставить на ноге, а именно танец внутренней души. Эмоциональная психодрама, как окрестили творение театральные критики, участвуют в специальной программе «Золотой маски-2021» Достоевский и театр. Готовлюсь. Я читаю много Достоевского. Конечно, стараюсь погрузиться в эту атмосферу. Очень много мы репетируем, конечно, потому что тут не совсем классическая хореография. Тут очень много именно у Алексея, как будто положения из икон. Много у нас религиозных пост, что ли. То, что вообще у нас очень редко в балете. Я вышел на идею, что в этой партии нужна вера. И вообще в жизни нужна вера. Может быть, у кого-то это Бог, может быть, у кого-то это искусство, будущее. Или что-то, может быть, даже невыбразимое. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Искусство, ну, если оно пытается быть искусством, оно предсказывает, оно пророчит. И уж если кто пророчит, так это Достоевский. Значит, что-то заставляет и нас. Мы, может быть, не пророки, но почему-то что-то заставляет нас обратиться в определенный момент к этому автору. К Достоевскому Додин обращается нечасто, но непременно в моменты сложные и переломные. Спектакль «Беса» рождался в тяжелые годы конца 80-х, начала 90-х. Карамазовых репетировал 4 года, а премьеру несколько раз переносили из-за локдауна. Так что к нам на золотую маску бесстрашный Лев Абрамович привез практически премьерных братьев. Омск стал третьим городом после Питера и Москвы, который увидел постановку. Играть Достоевского у нас волнительно. Вообще говорить, что слава богу, что человек был в ссылке, конечно, как-то не хочется и неловко. Лучше не стать гением и не быть в ссылке. Слишком дорогая цена. Достоевский оказался достаточно бесстрашным. Вот и Лев Додин не побоялся. Ни карантина, ни рокировок с артистами. За 4 года репетиции ролями поменялись все и не раз. Так заслуженная артистка России Елизавета Боярская была и Хохлаковой, и Лизой, и Грушенькой, и Катериной Ивановной. Я тебе прямо скажу, эта мысль, карамазовская мысль, до такой степени захватила мое сердце, что оно чуть не истекло от одного томления. Самое главное здесь, что зритель должен почувствовать, мне кажется, и у зрителя должно быть ощущение этого открытого финала и собственной вовлеченности, что ты тоже среди этих людей, которые когда-то сидят на сцене, и как бы дальше ты выбираешь, в какую сторону идти, в эту, в эту, или действительно остаешься с каким-то вопросом, сам себе задаешь вопрос, а я какой, а куда мне идти, в какую сторону. А что, если идти больше некуда? На сцене Омского драмтеатра Лев Додин не оставил ни одной двери, ни одного окна. Герой поднимается откуда-то снизу, будто прямиком из преисподней. Вся работа, все погружение, это и есть попытка понять, что же этот бывший зэк, даже не что он хотел сказать, потому что я думаю, что он сам не знал, что он хочет сказать. Тот, кто знает, что хочет сказать, никогда не будет большим художником. А он просто, какие вопросы он задавал, что он искал, о чем он думал. Вот пытаешься это постичь. Раскинулось небо широко, теряются волны за ним. Отсюда уйдем мы далеко, по дальше отрежной земли. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Ну и здесь финал нашей небольшой прогулки. Если вы вспомните эпилог из романа «Преступление наказания Досецки», там говорит Сибирь, небольшой город, который стоит на берегах могучей реки. Это он говорил именно по воспоминаниям об Омске, об этом самом месте, где, конечно, великолепно разливался иртыш. По ту сторону сейчас находятся новые микрорайоны. Тогда были в разное время небольшие кочевые поселения. Там действительно была свобода. И он сопоставляет себя заключенного с той свободой, которая буквально по ту сторону реки. На самом деле фактов, которые не знали, очень много. Потому что, ну, как бы, да, ты изучаешь творчество Достоевского в школе, в институте, ты все равно, как бы, по своей работе в театре, ты связан, конечно, много чего-то. Но есть вещи, которые связаны с непосредственным местом, как, например, именно в Омске. И, ну, мне очень понравилось, как относятся, да, и как то, что берегут. Вот этот, вроде как, незначительный период его жизни, который был, ну, если мы, да, там, переносить на себя, например, да, 4 года. Но то, что действительно эти 4 года, возможно, поменяли целиком мировоззрение Федора Михайловича о том, что они повлияли на дальнейшее творчество, которое сделало его всемирно известным автором. Ровно так же, как и сам автор, в крепости на Иртыше отбывал каторжный срок персонаж романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников. В нашумевшей постановке Константина Богомолова, режиссера Питерского театра «Приют-комедианта», Раскольников не страдает от нравственных мук. Он расчетлив, хитер и жесток. Остальные герои тоже спокойны и рациональны. Режиссер сохранил структуру и текст романа, но пошел ва-банк и кардинально изменил настроение. Не беспокойтесь, это кровь от того, что я вчера, когда шатался по городу, наткнулся на одного раздавленного лошадьми человека, чиновника одного, вот и испачкался в крови, когда помогал бы в квартиру переносить. Всего в рамках фестиваля «Достоевский и театр» состоялись показы спектаклей шести театров. Это «Страсти по фоме» Московского театра наций, «Преступление и наказание» театра «Приют-комедианта» из Санкт-Петербурга, «По ту сторону греха» театра балета Бориса Эйфмана, «Свидригайлов сны» Омского академического театра драмы, «Кроткая» Московского тюза и братья Карамазовы Малого драматического театра Европы из Санкт-Петербурга. Достоевский начинал свой литературный путь, как раз намереваясь создавать драмы. Он создал даже несколько драматических произведений, которые, к сожалению, не сохранились. И я думаю, что вот эта направленность на драматургию, она осталась в Достоевском навсегда, потому что какое бы вы его произведение ни открыли, вы всегда в нем увидите сценическое действие, если вы их немножко понимаете в театре, вы поймете, что эти внутренние монологи героев – это сплошная идеологичность, что каждый герой символизирует собой определенное действие, что для театра крайне важно, и столкновение персонажей – это столкновение действий, поэтому ставить его и легко, и очень сложно, потому что это очень высокая планка. Я думаю, что юбилей Федора Михайловича Достоевского – это, наверное, очередной повод, очень серьезный, существенный повод обратиться к творчеству, писателя, и заглянуть к себе в сознание, в миропонимание, характерно для мечей, потому что Достоевский и Омск – это два неразрывных имени. Достоевский в свое время увидел Омск в определенном ракурсе, и он нашел здесь людей. Одним из таких людей для Достоевского стал Алексей де Граве, комендант Омской крепости. Его дом находился недалеко от Воскресенского собора и гауптвахты. Сейчас здесь литературный музей, конечно же, имени Достоевского. По воспоминаниям Федора Михайловича, в семье коменданта его принимали как равного. По понятным причинам, приемы эти случились уже после каторги писателя. Но и до освобождения Федор Михайлович пользовался вниманием и участием коменданта, который по мере возможностей стремился облегчить участь петрашевцев в Омске. Алексей де Граве был человеком образованным и благородным. В год 200-летия Достоевского дом коменданта отремонтировали. Напротив появилось вот это граффити. Стрит-арт художники Андрей Северский и Дмитрий Трайб изобразили портрет Федора Михайловича на стене. Работу сопроводили цитаты писателя из письма брату Михаилу. А еще имя великого классика в Омске носит главный вуз региона, что безусловно свидетельствует об особой миссии университета. Сам Достоевский в своих трудах отмечал, что в будущей России нужны университетские города, которые будут воспитывать не просто специалистов, а людей нравственных и духовных. Мало таких людей есть, к которым прислушиваются. А к Достоевскому прислушиваются, его ценят. Благодаря Достоевскому я тоже начал работать с такими глобальными темами, которые я лично, может быть, и не переживал. Я не сидел на каторге, я не видел, может быть, стольких стран, сколько Достоевский видел. Я не общался со столькими людьми. И, конечно, может быть, вот эта личность, которая рождает творчество, меня привлекла в Достоевском. Ну, выставка готовилась полтора года, и она готовилась специально к юбилею Достоевского, 200 лет со дня рождения писателя. Большое внимание уделял биографии Достоевского и тех людей, которые с ним были связаны. Это в основном родственники или люди, которые ему по жизни помогали. Это и писатели. И вообще старался раскрыть эпоху Достоевского. Я использовал приемы примитивного письма живописного, который был распространен в начале 19 века. А поскольку я имитирую возможность изображения семьи Достоевского, а это было возможно именно в середине 19 века, тогда был такой примитивный бытовой портрет. И там, конечно, вот эти все пальчики, немножко неказистые руки, лица, они все, конечно, выглядят не совсем реалистично. Тут вот, если так визуально поделить все пространство, есть четыре территории. И вот одна из территорий этого проекта – это кабинет редкости. Именно там есть артефакты из альтернативной истории, которую придумал я сам. И есть фотографии, которых не существует в природе, но я решил поработать таким конструктором, который реконструирует то, чего никогда не было, в том числе и лица людей, и их внешний облик, потому что ни фотографии Пушкина, ни фотографии Лермонтова не сохранилось. И фотографии Достоевского, когда он был в ссылке, тоже нет. А у меня на выставке это все есть. Тематические выставки, театральные фестивали, научные конференции, лекции, экскурсионные туры, творческие, культурно-обозревательные и литературные проекты, конкурсы чтецов, акции в социальных сетях. Наш город праздновал 200-летие классика во всех возможных форматах и в течение всего года. Рулетка жизни привела игрока Достоевского в наш город, в казенный дом. Четыре года ссылки – высокая цена, однако казино всегда в выигрыше. Наверное, о мячам все же повезло. Видимо, мы с ним очень сходны в каких-то позициях. У меня тоже, видимо, есть и грешные стороны, и стороны вот такой больной совести. То есть во мне все это как бы живет. Вот он как указывает, он как лоцию дает, как раз как выйти из этого, или как заблудиться и умереть, как говорится, потому что ты не нужен миру такой, какой ты есть, как исправить себя. Ну, то есть масса вопросов задается, и очень правильно. Достоевским художник проникся только в зрелом возрасте. Георгий Петрович писал кертины для двух проектов – театра живописи и всероссийской выставки «Пастель». Цикл работ заметили в фонде «Духовное наследие» и предложили Кичигину проиллюстрировать книгу. Уникальное издание «Записок из мертвого дома» презентовали в 2021 году. Я не художник книги, я художник, как бы просто, играющий роль графика. И мои произведения взяли просто для иллюстрации «Мертвого дома». Вот с таким моментом я согласился, потому что знаю, что такое… Это отдельная наука, отдельный труд – создать книгу. Тираж издания – 400 экземпляров. Только купить эту книгу нельзя. Большую часть фонд передал омским библиотекам. Проживал у нас тоже некоторое время в Остроге орел – карагуш. Из породы степных небольших орлов. Кто-то принес его во строг раненого и измученного. Вся каторга обступила его. Он не мог летать, правое крыло его висело по земле, одна нога была вывихнута. Тут он прожил у нас месяца три и во все время ни разу не вышел из своего угла. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу, взяли орла, зажав ему клюв рукой, потому что он начал жестоко драться. И понесли из-за строга. Дошли до вала. Человек 12 бывших в этой партии с любопытством желали видеть, куда пойдет орел. Странное дело, все были чем-то довольны. Точно отчасти сами они получили свободу. Птица вырвалась на свободу, оставив позади тюремную дверь и ни разу не оглянулась на прощание. В металле эпизод запечатлел омский мастер Александр Капралов. Загадочная городская скульптура теперь красуется на месте мертвого дома, как записка с напоминанием. Редактор субтитров А.Семкин